О дистанте Кирилл узнал в третьем классе. Сейчас уже в четвертом, за несколько месяцев прошел от неудобства к принятию. Как по мне, лучше дистанционка, потому что тут ты сокращаешь время, там более немного понятно, чем в школе, когда учитель рассказывает. Успеваемость не пострадала. Мама мальчика, говорит, проблем с учебой у сына не было никогда. Но знания в онлайн-формате Кирилл воспринимает лучше. Некоторым детям действительно тяжело, допустим, воспринимать информацию, когда 30 человек сидит в классе, а некоторым легче с компьютера все считать. И есть такой плюс, что ребенок становится активнее на онлайн-уроках, чем в классе. Однако далеко не все усваивают знания на удаленке. Добавьте к этому карантин, большие каникулы и в родительских чатах учителя уже призывают мамы-пап быть готовыми к удвоенной работе дома. Я беспокоена тем, как мы напишем контрольный диктант. Пусть детки пока есть время поработают с этим материалом для того, чтобы не нахватать двойку к трое, как только мы выйдем. Четверть короткая, исправлять оценки будет практически некогда. Да и в принципе, она и так короткая, но и мы ее еще укоротили. В открытую говорить о больших пробелах детей педагоги боятся, но признают. Вынуждены сокращать и объединять неизученные темы, чтобы хоть как-то наверстать упущенные знания. Вот это слияние этих учебных тем тоже позволяет, собственно говоря, выйти из этой ситуации. Есть еще одна возможность. Какая-то часть учебного материала может даваться, особенно учащимся старших классов, на самостоятельное изучение. И если пить ситуация вновь усугубится, а такой вариант вполне возможен, дистанционный режим могут продолжить. Но как это вместе с затяжными каникулами скажется на знаниях детей, учителя определят на контрольных в конце года. Мария Микшута, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова